В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. В течение минувшего года под эгидой партии «Единая Россия» было реализовано более 10 региональных федеральных проектов и акций, в которых я лично принимал участие. Известного советского журналиста, сценариста и режиссера Бориса Лившица спасли врачей Видновской районной клинической больницы. Два дня дому был почти без сознания. Сын вызвал через 112 скорую. В микрорайоне Восточная Бутова водитель маршрутки совершил наезд на пешехода, а потом избил его и отобрал наушники. Смотрю, прям в лицо летит. Ну, конечно, я предпринял меры защиты. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. Одним из объектов, на которых он побывал, стала Видновская гимназия. Народному избраннику показали новую пристройку к зданию, а он, в свою очередь, отчитался перед педагогами о своей деятельности в должности депутата. Послушал его и наш корреспондент Максим Козлов. Современный дизайн, просторные рекреации и кабинеты, современное учебное оборудование. Пристройка к Видновской гимназии была открыта месяц назад, но уже стала предметом гордости и педагогов, и руководства заведения. У нас хорошие кабинеты, вот эти. У нас два кабинета ленингафоновых, еще два кабинета информатики. У меня сейчас четыре кабинета информатики в школе. То есть мы вот эту цифровую образовательную среду создаем. Первым делом депутату Московской областной думы Юрию Липатову показали просторную столовую. Сопровождавшая его начальник управления образования администрации округа Наталья Киселева, поинтересовалась у ребят, нравится ли им питание. Какое у вас самое любимое блюдо? Что больше всего любите кушать? Я котлеты. 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 Местные котлеты. Показали депутату и учебные классы, и медицинский кабинет, который также расположен в новой пристройке. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как у вас сейчас обстановка с пандемией? Более-менее, поспокойнее уже все стало? Попокойнее стало, конечно. То есть уже таких опасений нет? Нет, нет. Но все равно термометрию проводим каждый раз. С температурой высаживаем. Следующим пунктом в визите Юрия Липатова в учебное заведение стал отчет перед педагогами о деятельности в должности депутата. В ходе него он рассказал о своем участии в различных мероприятиях и проектах. В течение минувшего года под эгидой партии «Единая Россия» было реализовано более 10 региональных федеральных проектов и акций, в которых я лично принимал участие. Я, как и все мои коллеги, на систематической основе вносил вклад в борьбу с пандемией. Излишний средств было пожертвовано 500 тысяч рублей клинической больницы в городе Видное. В финале встречи Юрий Липатов подарил руководству Видновской гимназии снегоуборочную машину, что в нынешних погодных условиях весьма актуально. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Известного советского журналиста, сценариста и режиссера Бориса Лившица спасли врачи Видновской районной клинической больницы. В стационар ВРКБ 84-летний мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии с новой коронавирусной инфекцией и двусторонней вирусной пневмонией. Житель поселка Развилка Борис Лившиц не предполагает, где мог заразиться коронавирусной инфекцией. Выходя из дома, он всегда надевал маску и избегал многолюдных мест. Два дня дома был почти без сознания. Сын вызвал через 112 скорую. Она только на следующий день, 8 в пятницу, в 4 утра приехала. Возили, возили меня. И вот, когда сказали, что видно, я говорю, слава Богу, у себя дома. Как рассказала врач-инфекционист 2-го инфекционного отделения Видновской районной клинической больницы Людмила Семынина, пациент после поступления в стационар был помещен в палату интенсивной терапии и обеспечен кислородом. Поступил к нам 16 января с новой коронавирусной инфекцией и двусторонней интерспециальной вирусной пневмонии, КТ-2. Состояние было крайне тяжелое, ситуация была очень низкая. Состояние тележурналиста осложнялось абсцессом легкого. Благодаря оперативно назначенному лечению, медикам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние значительно улучшилось, чувствует он себя хорошо. Включение подозрения. Своевременная терапия показала четкий положительный эффект. Сейчас пациент самостоятельно дышит и вновь начал ходить. Очень приятное впечатление производит врач Антонина Евгеньевна. Мы с ней несколько, большой период времени беседовали. Она очень знающая. Поскольку у меня папа и мама были врачи, я около этого что-то вроде бы понимаю. А профессионализм, ну я чувствую, они прикасаются ко мне руками, головом, каждый день. Утром и вечером почти час капают на меня. Под пристальным наблюдением медиков второго инфекционного отделения Борис Лившиц быстро пошел на поправку. Сейчас он бодр и пребывает в хорошем настроении. Две пары штанов до десяток сорочек. Весь наш немудренный багаж. А в сердце полсотни стреляющих строчек, пока мы не вышли в тираж. 84-летний Борис Лившиц с большой ответственностью подошел ко всем рекомендациям врачей и тщательно их выполнял. Что также положительно сказалось на динамике его выздоровления. В настоящее время пациент готовится к выписке из стационара и продолжит лечение под амбулаторным наблюдением. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ. Водитель маршрутки совершил наезд на пешехода, а потом избил его и отобрал наушники. Пострадавший – житель микрорайона Восточная Бутова Евгений Утешев. О том, как все произошло, он рассказал нашей съемочной группе. Двухполосная дорога от микрорайона Восточная Бутова до Расторгуевского шоссе в народе имеет дурную флаву. ДТП тут не редкость. Плюс местным жителям приходится идти до остановок общественного транспорта прямиком по проезжей части. Пешеходного тротуара здесь нет. У нас выезд идет только на маршрутках. Общественного транспорта нет. Я даже не знаю, как предвидится он металл, и ты рядом едешь на скорости, и ты идешь и боишься того, что тебя могут сбить. Это большая вероятность, что, в принципе, и произошло практически со мной. Житель ЖК Восточная Бутова Евгений Утешев рано утром 12 февраля также направлялся по обочине злополучной дороги в сторону остановки на Расторгуевском шоссе. Машины в виде пешехода на проезжей части притормаживали и объезжали. Но один водитель маршрутки дорогу решил не уступать. Даже не притормаживая, едет и по прямой. Но я чувствую, что смотрю визуально, зеркало боковое. И вот этот лопух, он на полметра практически в сторону. И я смотрю, прямо в лицо летит. Ну, конечно, я предпринял меры защиты. Руку приподнял, ударилось зеркало в руку, и ему там в боковое стекло. То, что произошло дальше, для Евгения было полной неожиданностью. По его словам, водитель резко затормозил, вышел из машины и накинутся на пешехода. Начал наносить удары в лицо, что я вот разбил ему стекло, что я вот не ушел там, никуда-то не спрыгнул, ни на обочину, ни снег. Угрожал еще, говорил там, я зарежу там все это, да, там, вот я еще раз тебя тут увижу, я зарежу тебя. В результате врач в местном травмпункте зафиксировал у Евгения множественные кровоподтеки, ушибы, ссадины лица и рук. Пострадавший уже написал заявление в полицию и прошел судебно-медицинскую экспертизу. Компания-перевозчик также начала свое расследование случившегося. Пока мы записывали этот сюжет, буквально на наших глазах произошла еще одна авария. Евгений, как и большинство местных жителей, уверен, будь дорога хоть немного шире и с пешеходной зоной вдоль нее, подобных случаев можно было бы избежать. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. 14 февраля епископу Видновскому владыке Тихону исполнилось 65 лет. Юбилей был отмечен торжественной службой в Святой Екатерининском монастыре, где Тихон уже почти три десятилетия является настоятелем. Братья и прихожане поздравили владыку с днем рождения, пожелав ему здоровья и успеха в дальнейшем архипастерском служении. Среди тех, кто пришел поздравить епископа Видновского с юбилеем, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и духовный наставник владыки, митрополит Крутицкий, коломенский ювеналий. Родился владыка Тихон в семье священника и на роду ему было написано стать священнослужителем. После армии он поступил в Московскую духовную семинарию, а потом и в академию, которую успешно окончил. Уже почти три десятка лет он является настоятелем Святой Екатерининского мужского монастыря. Эта обитель восстановлена и расцвела его трудами и усердием. За эти заслуги люди благодарны владыке. Дай Бог, Господь ему долгих лет жизни и чтобы пребывало монахов в его обители, чтобы не оскудевало. Дарить людям веру в Бога – такой непростой путь выбрал епископ Видновский. Однажды и на всю жизнь. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok